Всем привет! Сухость и обезвоженность – это два состояния кожи, с которыми мы чаще всего сталкиваемся в осенне-зимний период. Но многие девушки путают эти понятия, неправильно определяя потребность своей кожи, но как следствие неверно подбирают уход. Сегодня я помогу вам разобраться, чем отличается сухость от обезвоженности и какие средства добавить в свой уход, чтобы справиться с этой проблемой и кожа была здоровой и сияющей. Начнем с теории из первого понятия – сухость. Сухость – это больше тип кожи, который характеризуется особенностями ее строения. Тип кожи не меняется кардинально с течением жизни, но немного изменить его могут внешние агрессивные влияния или же гормональные изменения в организме. Здесь важно правильно подобрать уход, чтобы нормализовать состояние кожи и привести ее к нормальному типу. Определить, что ваша кожа именно сухая, можно по следующим признакам. Она тонкая, без жирного блеска и расширенных пор, при этом более выражены мелкие мимические морщинки и часто возникает ощущение стянутости и шелушения. Как правило, сухость возникает от недостатка естественных жиров в коже, то есть липидов. Отличными помощниками в их восполнении станут такие компоненты, как растительные масла, жиры или, например, керамиды. Они восстанавливают липидный барьер кожи и устраняют шелушение. Также мы рекомендуем для устранения сухости выбирать кремы с питательными и более плотными текстурами и избегать агрессивных спиртов в составе уходовых средств. И второе понятие – обезвоженность. Это временное состояние кожи, которое можно и нужно устранить. Обезвоженность означает, что вашей коже на дермальном уровне не хватает естественной влаги. Обусловлено это может быть рядом факторов, например, в целом обезвоживание организма, то есть недостаток воды, злоупотребление алкоголем или же сухой воздух в помещении или воздействие ультрафиолета. Обезвоженная кожа характеризуется сниженным тургером, вялостью и дряблостью, тусклым тоном лица и более глубокими выраженными морщинами. Стоит отметить, что обезвоженной может быть кожей любого типа, от сухого до жирного, но проявляется у разных типов кожи обезвоженность по-разному. Например, жирная кожа реагирует на недостаток влаги в дерме более интенсивным салоотделением, то есть жирная кожа начинает блестеть еще больше, а сухая становится более чувствительной, тонкой, раздраженной и появляется больше шелушений. Спровоцировать дегидратацию, то есть обезвоживание, может целый ряд факторов. Первое – это возраст. Так как после 25 лет наша кожа начинает менее активно вырабатывать естественную гиалуроновую кислоту, появляется как раз то самое чувство обезвоженности. Второй фактор – это холодное время года. А именно негативное воздействие на нашу кожу оказывают минусовые температуры, холодный воздух и сухой воздух в помещениях. Третий фактор – это неверно подобранный уход или слишком агрессивные очищающие средства. И четвертый, последний фактор – это общее обезвоживание организма, поэтому пейте больше воды. Что же касается компонентов, которые содержатся в составе уходовых средств, то для решения проблем обезвожности я рекомендую искать гиалуроновую кислоту, аминокислоты, экстракты морских водорослей или бета-глюкан. А для устранения сухости кожи обращайте внимание на содержание керамидов, органических масел, природного воска или сквалана. В ассортименте holyshop.ru представлено огромное количество средств, которые точно помогут вам решить проблему сухости или обезвожности. Но в рамках этого видео я покажу вам по две сыворотки, которые справятся с той или иной проблемой. Чтобы восстановить влагу в дерме и устранить обезвоженность, добавьте в свой уход сыворотку для глубокого увлажнения кожи с гиалуроновой кислотой от COSRX. Комплексы с трех видов гиалуроновой кислоты и провитамина В5 восполняют недостаток влаги и устраняют обезвоженность, возвращая коже свежесть и естественный тонус. Или же увлажняющую сыворотку от бренда Аюник, которая содержит 98% чистого бета-глюкана. Помимо интенсивного увлажнения, сыворотка помогает защитить кожу от окислительных процессов, которые разрушают клетки эпидермиса. Среди сывороток от сухости, которые восстанавливают защитный барьер кожи, я рекомендую попробовать. Для молодой кожи сыворотку с керамидами от Dr.Jar. Она содержит 5 видов керамидов в составе, которые в короткие сроки устраняют сухость и шелушение. А для зрелой кожи можно включить в свой уход пептидную сыворотку с лососевым маслом от бренда Айнлиб. Это средство способствует удержанию влаги в эпидермисе, активно питает кожу и создает неощутимый барьер, который защищает ее от негативных факторов окружающей среды. Сыворотка также оказывает мощный антивозрастной эффект и уменьшает глубину морщин. Ну что ж, думаю в рамках этого ролика нам удалось с вами разобраться, чем же отличается сухость от обезвоженности. Но напоследок я хочу вам напомнить, что мы всегда с удовольствием поможем вам подобрать средства для ухода за вашим типом кожи. Вам остается только лишь заглянуть на сайт holyshop.ru и написать онлайн консультанту. Или если вы живете в Новосибирске или в Москве, заглядывайте в наши офлайн магазины. Будем очень рады вас видеть. Ну а я благодарю вас за просмотр этого ролика. Ставьте лайки. Пока-пока.